Один рассказ про своего приятеля, с которым мы в юности хулигами, недавно с ним встретились, я говорю, ты знаешь, я тебя бессмертен. Он говорит, как? Я про тебя про этот рассказ написал. Он говорит, да ты что? Я говорю, да, вот тебе, значит, ссылка, иди покупай, значит, книжку покупай, нечего вам дарить там. Он скачал книжку, звонил мне, говорит, слушай, ты же все переврал, все же не так было, это все неправильно. Я говорю, дорогой мой, это художественная литература. Что же такое ретро-детектив? И почему он сейчас так популярен? В библиотеке Зощенко состоялась встреча с автором книг о приключениях сыщика Родиона Ванзарова Антоном Чижом. От зрения исторических сериалов, российских исторических сериалов, я действительно испытываю просто ужас, меня трясет. Не от того, что актеры несчастные, актеры, что сказали, то и делали. Режиссер, у которого там за один день нужно снять 10 сцен, тоже все, что надо, все понятно. Но смотреть это невозможно. По одной простой причине. Уровень лжи, который существует на экране, не политической, а исторической лжи, таков, что актеры, находясь в ситуации лжи, играют как лживые собаки. Потому что не про то. Я уже не говорю о том, что если в... Не буду называть сериал, первую серию, я просто интересно было посмотреть. Значит, мужчина садится за стол в котелке рядом с женщиной, продолжая диалог, как будто так и надо, дальше можно выключать. Увлекательные, захватывающие, интеллигентные, написанные тонко и изящно. Именно такими эпитетами критики читателей характеризуют произведение петербургского автора. Действия в ретро-детективах Антона Чижа с участием главного героя, сыщика Родиона Ванзарова, разворачиваются в дореволюционном Петербурге. А сюжетная линия отсылает нас к основателям детективного жанра Агате Кристи и Артуру Конандуэлу. Каждый роман держит читателя в напряжении на пути к разгадкам самых запутанных дел до самой последней страницы. Поэтому, глядя на Филиппова, я понял, что должен появиться другой персонаж, как бы его правообраз, Ванзаров. Который воплотит все его лучшие черты и при этом возьмет в себя то, что нужно для литературы, для литературного героя. Героя, которого вы будете любить, который вам будет интересен, где следить за его прохождениями, за его сложностями, за его любовными интригами, которые постоянно происходят. И тогда возникла ситуация. А как же быть? Вот есть живой Филиппов, который начальник сухонной полиции. А Вазаров кто? И Вазаров, значит, стал завестить начальника сухонной полиции. Это и Филиппов. Антон Чиж – автор более десятка детективных романов. В книгах автора виртуозно сочетаются яркие достоинства детективного жанра и тонкая психологическая игра. На встрече Антон Чиж увлекательно рассказывал о свойствах псевдонима, почему занялся писательством и поговорил о петербургской полиции. Петербургской полиции.